В этом году День Народного Единства в Шахтерском Кузбассе, помимо множества политических, культурных и спортивных мероприятий, был отмечен и большим церковным событием. В поселке Новоискитимск, вблизи Кемерово, был освящен новый храм в честь всех святых, появление которого так долго ждали жители областной столицы. Его уникальность в том, что выстроен он рядом с кладбищем в память о всех, кто там похоронен. Знаменательно, что этот храм мы посвятили всем святым, потому что храм находится и в столице Кузбасского края, в городе Кемерово, а также рядом с кладбищем, другим городом, городом мертвым. Каждый из нас, кто здесь присутствует, все жители Кузбасса, кто является христианином, а также все погребенные на этом кладбище, в свое время носили и носят имя того или иного угодника Божьего, который является их ангелом-хранителем. И вот придя в этот храм, мы имеем возможность обращать свой взор к нашим небесным покровителям, покровителям наших родных и близких, которые будут молиться о прощении грехов почивших православных христиан. И в этой молитве наша сила, выражение нашей любви друг к другу. Строительство кладбищенской церкви на 150 прихожан велось два с половиной года. Уникальность ее в том, что возведена она в традициях древнерусского деревянного зодчества. Стены выполнены из лиственницы, специально привезенной из Красноярского края, купола из деревянных элементов в виде чешуи, вырезанных из особо прочной осины. Вокруг храма разбит сквер с лавочками и фонарями, высажены сосновые олейки. Все это великолепие появилось по инициативе и на средства местных благотворителей, родственники которых также покоятся на Искитимском кладбище. Сейчас подвигла нас память о наших близких, почивших, друзьях, родственниках, близких всех наших. Вот это у нас повозили, потому что храм, который стоит на кладбище, он оживляет, конечно, получается место живое. Есть место, куда можно прийти, где можно поклониться, где можно помолиться, где можно заказать молебен, где можно вспомнить наших усопших. Вот для этого и в память тех, кто здесь лежит, мы это сделали. Более Божие наши, святивые струи орданские, спасительным Твоим явлением, сам и ныне не спасли благодать святаго Твоего Духа и благослови воды сия, к освящению и совершению жертвенника Твоего сияго, яко благословенности во веки веков. Слава Богу, что сейчас есть место, когда можно прийти, постоять, обратиться к Богу, поставить свечи. Это здорово, что есть место, где в День народного единства сегодня открывается храм, где люди еще объединяются. Это здорово. В стороне о столь знаменательном для Кузбасса событии не смогли остаться и представители региональной власти. Они зачитали поздравления от губернатора Амана Тулеева и вручили высокие областные награды всем, кто потрудился над созиданием новой святыни. Наградить медалью за особый вклад в развитие Кузбасса третьей степени, изготовленной из серебра высшей пробы коллектив общества с ограниченной ответственностью «Стройдорэкспорт» город Кемерово. Для награждения приглашается генеральный директор, опарин Сергей Николаевич. Смотря на то, что храм Кладбищенский, он будет вести также большую просветительскую и социальную деятельность. Совсем скоро при нем откроется воскресная школа для ребятишек из окрестных населенных пунктов, а через год-два и благотворительная трапезная, в которой горожане смогут помянуть усопших сродников. Фундамент под нее уже заложен.